Мы говорили, да, что вот видите, это заповедь, которая говорит, не пожелает, это заповедь, не завидует, правда? И мне еще тут хорошо правильно напомнили своевременно, что это является как раз доказательством того, что 10 заповедей даны не Моисеем, а Богом. Вот так профессор Литкевич говорил, посмотрите, если все заповеди были придуманы Моисеем, то есть заповеди, которые можно проконтролировать, правда? Ну, как я говорил, не укради, да, и так далее. Но заповедь не завидует, кто может проконтролировать? Только Бог, да? Конечно, она может проявляться в зависть, так, если что мы уже видим, конкретно, если человек начинает гадости делать другому человеку, или красть у него это, что он хочет, да, предмет этот вожделения. Но в большинстве случаев, ну, 99,9%, да, есть тут кто-то, кто не завидовал бы никому? Нету, да, все мы завистники, все мы здесь завистники, да, ну, в общем, мы хорошие люди. Да, правильно, видите? Вот, то есть у большинства из нас, да, зависть, она не проявляется, ведь может зависеть так, как говорится, он не ест, не спит, ну, разной степени, как говорится, эмоции, да, не ест, не спит, он все будет сделать, вся жизнь его уже нацелена на то, чтобы добыть тот предмет, который он завидует, или уничтожить того человека, которому он завидует, да? Да, есть люди, которые будут просто размышлять о своей зависти, никак не проявлять ее внешне, да, вот, есть люди, которые, если у него там коллега что-то сделал, он может его даже внешне похвалить, правда? А все равно зависть у него будет внутри, то есть есть разные степени зависти, правда? И мы говорили, что есть зависть в проявлении гордыни, а гордыня бывает двух типов, да? Это открытая гордыня, ну, то есть, смотрите, он ущемил мою гордость, я такой умный, я такой образованный, я такой-такой, а он тут, понимаешь, стал таким-то и таким-то, да? Какая это гордыня? Открытая? Открытая, да? Да. А бывает скрытая гордыня, то есть, вот я ни к чем, вот я единственный такой человек, вот смотри, у этого то-то, у того такая квартира, у того такая жена, а я вот такой дурак, сижу на одной зарплате, и ничего я не имею. И это зависть, да? Ну, мы говорили, это зависть уже будет с чем? Направлена внутрь себя, да? То есть, разрушающая сила в большей степени направлена внутрь себя, хотя и та, что наружу, она все равно меня разрушает больше, чем того, кого я завидую. Или результат низкой самооценки, мы говорили, или комплексной неполноценности, или человеку не хватает самоуважения, или человеку не хватает любви. Есть два типа любви, и об этом сказано в трактате моем любимом, как он называется? Я вам уже много из этого трактата читал, Перкей, а вот, да? Поучение отцов. Есть два типа любви. Всякая любовь, зависящая от обстоятельств, проходит, когда эти обстоятельства меняются. Ни от чего не зависящее не кончается никогда. Любовь, зависящая от обстоятельств, это любовь Амнона и Тамара. А независящее, ни от чего, это любовь Давида и Иоаннатана. Когда мы говорим о любви Давида и Иоаннатана, здесь говорится не о сексуальной любви, как некоторые думают. Можно любить другого человека, да, и не быть с ним в сексуальных отношениях. А то некоторые думают, что нельзя. Да, любил Иисус кого-то, Марфу и Марью. Понимаете, как можно понять? У нас обесцениваются любые понятия. Но твоя любовь для меня была больше любви женской. Правда? Здесь о чем говорится? О крепкой дружбе. Когда двое помогают друг другу, дополняют друг друга, делают одно общее дело. Потому что весь, вот смотрите, наш тоже вот этот мир, он тоже направлен на секс. Ну, это благодаря еще одному еврею Фрейду. Помните, я вам рассказывал о нем тоже. Такая личность, явно одержимая бесами. Была наркоман, и бисексуал, и у него вообще были страшные вещи. Вот этот его бред, вот этот его бред, сумасшедший, это сейчас вот все идут не к пастору куда, к психоаналитику, да? Понимаете, насколько страшно это общество. Вот, поэтому любовь, видите, здесь говорится, Амнона и Тамар, кто это были? Помните, один полюбил свою сводную сестру, да? Когда он удовлетворил свою страсть, что он сделал? Он выгнал ее, да? И это закончилось последствием убийством. Любовь Давида и Анатана имеется в виду не сексуальная любовь, а стремление двух душ, да? Вот, быть вместе. Но это не сексуальная любовь. Это дружба, можно сказать. Дружба. И есть любовь, зависящая от обстоятельств, как мы говорим об этой любви? Условная любовь, да? А есть вот какая? Безусловная любовь. Условная любовь говорит, я его люблю потому что. Да? Условная любовь. Ну, есть такая вот песня, частушка. Я за что люблю Ивана, что головушка кудрява. А ежели Иван облусеет, что будет? Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Как только сострадание кончилось, он ее придушил. Да? А, безусловно, говорит, несмотря ни на что, да? Я его люблю. Я его люблю. У нас больше счастья какая? Условная или безусловная любовь? Условная. Поэтому, если человек хочет добиться любви, он идет на все тяжкие, как говорится, на все грехи и преступления, да? Для того, чтобы показать себя не хуже других, а то и лучше других. И поэтому часто бывают такие проблемы, когда молодые люди оба притворяются, да? Оба притворяются. А потом, когда начинается их совместная жизнь, оказывается, что они совершенно не те люди, которые были. Правда? И бывают очень часто такие вещи. Ну, я хочу, да, и что любовь можно, может любовь быть, ну, как сказать, люблем по собственному желанию, да? Можно, можно заставить себя кого-то любить, да? Я к чему говорю, я посмотрел несколько фильмов недавно. Я люблю старые наши советские фильмы. Я только сейчас начинаю сценить, какая все-таки у нас была культура, да? И там не там где политика, но это влюблен по собственному желанию. Смотрели фильм? Так и называется комедия. Влюблен по собственному желанию. Очень интересно. Вот. Или самое обаятельное и привлекательное. И показывается, что самый обаятельный и привлекательный человек тогда, когда он не притворяется кем-то другим. Правда? Потому что самый замечательный – это тот человек, которого создал Бог. И не надо стремиться быть похожим на кого-то другого. И хотеть чего-то того, что тебе не дано. Но весь мир наш основан такой вот любви. То есть, человек для того, чтобы его любили, он стремится совершить возможное и невозможное. И мы еще говорили, что дух соревнования. Дух соревнования, он очень вреден. Значит, глубоко бывает скрытый недостаток любви к нам самим. То есть, вы поймите, я говорил, что человек не может любить другого человека больше, чем самого себя. Да? Вот. Ну, где-то в глубине себя мы любим в том смысле, что прощаем свои недостатки. Хотя, если бы мы больше любили себя, то мы больше бы себя судили. Правда? Но, если человек считает себя плохим человеком, может ли он других считать людей хорошим? Да. То есть, скрытый недостаток любви к самим, нам самим. Вот иудаизм любит, научи любить себя. Имеется в виду не эгоизм. Не ставить себя в центр, да? Не обожествлять себя. Но себя нужно ценить, ценить Бога в человеке, и нужно ценить Бога в самом себе. И если человек, вот, хочет сменить свой пол, или хочет сменить свой нос, свои уши, свои глаза. Ну, я понимаю, что если у человека одна нога короче другой, это дефект, да? Так не должно быть, в принципе. Но если какие-то свои естественные природные качества, фигуру свою, посредством каких-то изнурительных диет. Правда? То это что? Фактически это тоже вот ненависть к самому себе, да? Это зависть такая, вот злоба к себе. Я хочу быть не таким, а хочу быть таким, как другой человек. И часто мы страдаем самообманом, принимая за любовь подсознательную ненависть к себе. Эта ненависть компенсируется либо эгоизмом, значит, что эгоист, даже есть эгоист, который любит себя, но эгоист и тот, который себя ненавидит. Что такое эгоист? Эгоист – это фактически идолопоклонник. Он вместо Бога ставит своего самого себя, да? И будь это я – либо объект почтения, либо объект ненависти. Правда? Здесь только знак плюс или минус стоит. Но в любом случае это что? Эдолопоклонство. Идолопоклонство. И желание урвать за счет других, чтобы показать наличие такой самой любви. Либо чувством абсолютной необходимости получить нечто важное или ценное. Престиж, общественное положение, какую-то вещь, которая принесет любовь к окружающим. Человек становится рабом своих иллюзий. И дьявол все делает возможное, да? Для того, чтобы мы так думали. Здесь у меня есть некоторые такие различные выражения. И мы часто смотрим других, сравниваем себя с другими. Когда я гляжу на мир, мне иногда представляется, что человек подобен дереву в пустыне. И у Бога нет никого, кроме одного этого человека. А человеку некому обратиться помимо единого Бога. Хорошая мысль, да? Бог, который создал весь мир, множество галактик, планет. Он к тебе относится как к одному единственному человеку. И другого такого человека, да? Нету. Потому что каждый человек – это целая вселенная. И он подобен человеку дереву в пустыне. И у Бога нет никого, кроме одного этого человека. И еще его также это сравнивает. И царство небесное, но это и отношение, опять-таки, человеку с сокровищем каким-то в поле, правда? Вот, с жемчужиной. С чем-то таким уникальным и ценным. И поэтому каждый человек индивидуален. Каждый человек индивидуален. Если мы понимаем это, для нас очень важно. Но дьявол постоянно подносит нам ложь. Ложь лукавого. Сатана обращает нас тем, что ходит по земле, спрятав свои руки в карманы, да? Знаете? Люди ходят, спрятав руки в карманы. Да. И никто не знает, что он в них держит. Он подходит к каждому и спрашивает. Как ты думаешь, что там у меня в руке? И каждый думает, что там сам спрятано именно то, о чем он мечтает больше всего. И каждый следует за лукавым. А потом тот разжимает руку, а там что? Пусто. Пусто. Еще мы должны любить себя, потому что мы царские дети, да? Помните, у каждого человека должно быть два кармана. В одной бумажке и записано, я царский сын, да? А в другой я прах и пепел. Раби Шлома спрашивал, что есть худшее, чего может достичь сатана? И он же отвечал, заставить человека забыть, что он царский сын. Заставить человека забыть, что он царский сын. Еще есть интересное выражение, что человек не согрешает, пока не дунет на него. Роах Штут. Шата, шате, шате. Помните, шут отсюда. Это что, глупость, да? Ветер глупости. Ветер глупости. И дух глупости. Роах Штут. Роах Штут. Ветер или дух глупости. И есть еще интересные такие, видите, не оценивай. Не оценивай. Разговаривая с людьми, не оценивай, насколько непоколебимы их мысли и направлены к Богу. Душа, которая занята такими недостатками, тяжело страдает. Нет места для Бога в том, кто полон собой. Да? Насколько велико наше «я». Опять-таки, как в положительном, так в отрицательном смысле. Не говори о себе, даже в глубине души, что ты лучше и воздействительнее своего ближнего. Из-за того, что горячо служишь Богу. Ты не отличаешься от других созданий, что были сотворены для служения Богу. И как ты можешь быть более значительным, чем червь? Ведь он служит своему Создателю своей силой и мощью. Вы знаете, что интересно? Червь раздвигает своим телом. И когда измерили, какое там давление, сколько атмосфер, оно действительно громадное. Не всякая машина может развить такое давление. А еще говорят, что Бог создал человека не потому, чтобы человек думал, что он самое последнее, самое лучшее винествование. А чтобы можно было сказать, смотри, даже комар сотворен раньше тебя. Правда? И есть две крайности среди людей. Есть люди, исполненные зла. Они знают своего торца и сознательно пренебрегают им. А другие считают себя праведниками, и люди воздают их по видимым и делам. Но хотя они непрерывно изучают закон, молятся и умерщвляют плоть, их труды тщетные, ибо у них нет истинной веры. В чем же разница между двумя этими категориями людей? Явный грешник способен избавиться от своего недостатка в истинном покаянии. Он может обратиться к Богу всем сердцем своим и просить его указать дорогу к свету. Но другой, тот, кто думает, что он праведник, да, в слепоте своей не способен осознать величие Создателя и в истинную природу служения, ибо считает себя праведником. Как же он может раскаяться? Так, хорошо. Еще, вы знаете, такое качество лезть, да, когда льстит человек один другому человеку. Не для того, чтобы сделать его приятное, это называется комплимент, да, а чтобы воспользоваться как-то. Вот. И такой человек, он тоже является разрушителем. Разрушителем. Так, ладно, пролезть мы потом. Так, так, арум. Это сейчас не касается. Вот. Еще можно говорить о любви. Да, о любви, об искренности, стремлении. Да, лезть, угодливость несовместима с верой Бога. Величай, благочестивый человек полностью уповает на Господа. И все его дела посвящены только Всевышнему. А льстивый, да, вот раболепный человек. И раболепие считается более тяжелым грехом, чем идолопоклонство. Потому что льстец, служа идолам, выступает против Бога. Но, во-вторых, язычник поклоняется одному кумиру, а льстец – многих. И, в-третьих, идолопоклонник не скрывает своей веры. И все знают, что его следует остерегаться. А льстец действует скрытно, да? Льстец действует скрытно. Свет себя разрушает и того, кому он льстит. Льстец, он тоже разрушает. Видите, и зависть – это тоже идолопоклонство. Потому что, если человеку действительно не хватает чего-то, каких-то отребутов, допустим, для духовного и эмоционального роста, или каких-то денег, или машины той же, то что нам нужно делать? Обращаться ко Всевышнему за помощью, да? А говорят, зачем просить у Бога? Ведь Творец всеведущий, он и без наших прос прекрасно знает, что нам нужно для нашего развития. Но здесь вступают два важных принципа – свобода выбора и мера за меру. Когда человек просит, он демонстрирует свою готовность и желание получить недостающие блага от Творца. Когда же человек льстит кому-то, да? Он заискивает перед кем? Перед человеком. И он попадает под проклятие, потому что проклят тот, кто надеется на человека, да? Завидующий человеку – тоже идолопоклонник. И тоже оказывается под проклятием, правда? Потому что, во-первых, для него идол становится объект его зависти, а, во-вторых, когда-нибудь зависть обращала человека к Богу. Правда? А все, что становится, да, между нами и Богом, это, в конечном счете, является идолом. Но если человек просит и демонстрирует свою готовность и желание получить недостающие блага от Творца, Всевышний откликается на его просьбу. Но мы знаем, что иногда просьба остается без ответа. Это не потому, что Бог жадный или не хочет нам дать, или что-то неправильно. Но мы читали Якова, что мы можем это использовать для чего? Во зло себе, правда? Во зло себе, а не на благо. Иногда Бог хочет сказать нам, ты можешь взять это сам, пойди и возьми. Вот в этом говорят, что дуракам Бог помогает, а ленивым нет. Правда? Ну, дурак, он дурак, он не сможет этого по-иному достать. Хотя есть разные слова для выражения этого понятия дурак. А ленивый человек, это тот, кто может, да, но по каким-то причинам не хочет. Многие христиане вот просто ленивые, они просят у Бога, но сами пальцем о палец не ударят, да. Поэтому иногда бывает, что Бог не отвечает, потому что мы это используем во вред. А иногда просто говорит, ты можешь взять это сам, пойди и возьми. Знай, что я, хотя всегда с тобой, привыкай действовать самостоятельно. Самостоятельно. Это как раз то, к чему хотят и стремятся хорошие родители, да. Научить детей принимать правильное решение без посторонних. У нас часто бывает такая иногда зависимость от родителей, или от пасторов, да, или от каких-то лидеров. Что человек, который лишается вот этого руководства, он совершенно сам не способен что-либо совершить. Он должен во всем советоваться. Ну, ко мне жениться, куда мне идти на работу устраиваться и так далее, знаете. Кстати, такая зависимость – это плохо. Бог одобрит любое твое решение и поможет тебе, если оно не является грехом. Правда? Бог разрешает нам делать все, кроме греха. Да. И поэтому Тора говорит, что то, что принадлежит тебе, никто не может у тебя отобрать. А то, что не твое, ты все равно не сумеешь удержать. Правда? Можете записать, да? То, что принадлежит тебе, никто не сможет у тебя отобрать. А то, что не твое, то ты все равно не сумеешь удержать. Еще есть люди, которые тянутся к чужой собственности для того, чтобы, когда они умрут, да, вот как-то подумали, что вот человек недаром жил, он что-то накопил, да, он что-то своим детям оставил. И такой человек рассказывает такой анекдот. Два еврея прочитали о смерти миллиардера. Один спрашивает, как ты думаешь, сколько он оставил? Автор отвечает, не волнуйся, он все оставил. Вы знаете знаменитый это про лисицу и виноград, да? Про лисицу и виноград притчу. Ну, лисица залезла в сад, да, доелась о винограде. Вот так эта притча есть в Талмуде. Эта притча есть в Талмуде. Сейчас я найду ее. Сейчас, сейчас. Ну, в общем, суть такая. А лиса прорезла в виноградник, да? И так как она была точная и голодная, ну, я не знаю, едят ли лиси виноград, мне кажется, они просто там лазят, чтобы грызунов есть, ну, может, едят, да. И вот она наелась от винограда, растолстела, да? Да. И когда она пыталась уже пролезть обратно в ту же самую дырку, она пролезть не могла. Бедная лисица застряла в этой дыре. И сидела она там три дня и три ночи. И когда она проголодалась, естественно, она из этой дырки выскочила. И думает, а вообще зачем я туда лазила? Правда? Как я была голодная и тощая, когда я залезла, так такой же я голодный и тощая и вышла, да. Ну, вот с этим сравнится жизнь человека, да. Человек ничего с собой не заберет. Смысл жизни совсем другой. Верующий человек стремится к духовному росту. Поэтому материальное благосостояние не цель, а средство для достижения. Естественно, если у человека больше денег, он больше свободен, да. Но если у него денег столько, что он уже начинает за них дрожать, что его крадут или начинает, наоборот, быть рабом денег и зарабатывать их все больше и больше, то фактически он становится рабом и идолопоклонником этих денег. И поэтому нет места конкуренции человеку, который ищет Бога. Человеку незачем будет стремиться самым богатым на кладбище. Помните, что на крестах, на могилах и не, и не видно, кто спят под ними. Спят такие-то, спят такие-то, да. За могильное, за оградное, уравнилуха, беспощадное. Его цель не богатство, не почет, а не уклонное восхождение к вершинам духа. И ему не с кем конкурировать, кроме самого себя. Был такой Рау Зуши. Зуши, Зуши, разные варианты произносения его. И он говорил так. Я не боюсь, что в высшем суде меня спросят, почему ты не был таким, как Маша Рабейна? Ведь я не родился, чтобы быть им. Я боюсь другого вопроса. Почему ты не был таким, каким мог бы быть Рау Зуши? Ицхак Лурия, это был каббалист, живший в Цхате 400 лет назад, писал. Никогда никому не завидуй. Если кто-то одарен больше тебя, значит, он работал над своими способностями много лет. Если кто-то хочет сравняться по уму и таланту с гениями, то он должен потратить не меньше сил и времени на свое развитие. Вот чисто из зависти, чисто из зависти ненавидят евреев. Но есть много этому причин. Когда мы разбирали антисемитизм, мы говорили, прежде всего, конечно, духовная причина. Потому что евреи были, есть и будут Божьим народом. Если бы евреи прекратился, да, какой-то Божий план отношения к евреям, дьяволу не за что бы было преследовать евреев. Но есть и чисто бытовой антисемитизм, который основан на зависти. Почему евреи такие богатые? Почему евреи такие умные? Почему евреи достигают этого? Ну, а почему ты не такой умный? Потому что не хочешь, наверное, потому что ленив. Правда? Каждый человек в чем-то будет достигать. Поэтому никто не должен себя сравнивать с другим человеком, и никто не должен завидовать. И надо стремиться и соревноваться лишь только в том, в чем Бог дал, в том предназначении, да, которое Бог дал только для тебя, и совершенно ни для какого другого человека. Иногда люди думают, вот, смотрите, как мне тяжело. Ну, у того крест, это крестик. А у меня такое крестище я несу. Хотя, в принципе, если говорить так по смыслу, да, крест, это не то, что не те испытания, которые мы несем, да, а то, что мы должны делать самим собой, да. Поэтому, естественно, если у меня 120 килограммов, то мой крест должен быть больше, чтобы мою плоть выдержать. Правда? Итак, если бы мы могли повесить все наши печали на вешалку, а затем выбрать любую по собственному желанию, то каждый из нас взял бы снова свою заботу, ибо оказалось бы, что остальные что? Еще, оказывается, тяжелее. Да? Нас часто вот заставляет вот эта суета, забота, которую от дьявола делать. И вот мы спешим, и мы завидуем другим людям, и постоянно вот на нас вот такая тяжесть наваливается. И, видите, все вот эти заботы, это одна из уловок злого начала, да, и царь, гора. Постоянно увеличивать груз повседневной работы, давящей на людские сердца. Настолько, чтобы людям не оставалось передышки и никакой возможности соблюдать себя, смотреть, по какому пути они идут. Злое начало знает, что если бы люди хоть на минуту обратили внимание на свои пути, то сразу, несомненно, стали бы сожалеть о своих действиях. И раскаяние посебида усиделось бы в них настолько, что они напрочь оставили бы преступление. А ведь это похоже на замысел злодея фараона. Помните? Он говорил, пусть работают больше, чтобы не думали о том, как пойти служить Богу. Правда? Вот. Пусть они занимаются этим и не увлекаются с пустыми речами. Но, правда, фараон не понял, что он не с немцами имеет работу. Вы знаете, археологи дошли. Вот эти амбары, которые строили евреи. И действительно оказалось, что внизу там кирпичи, сделанные по технологии. А выше там это было меньше соломы. Для чего солома нужна? Ну, чтобы глина, да, она рыхлая, да? Вот как железобетон. Был каркас, да, который держал эту глину. И, конечно, еще те кирпичи, которые лежали за усверху, и, кстати, эти амбары так и остались недостроенными, они чистая была стопроцентная глина. Так что, оказывается, евреи такие не послушались, фараона. Вот так. Видите? Хорошо. Самый тяжкий грех – это гордыня. Ибо вот слова, которые Бог произнес, обращаясь к грешникам, находящимся среди нечистоты их. А наши мудрецы говорят нам, что в сердцах Бог сказал, «Я и они не можем царствовать в одном мире». Да? Хорошо. Два кармана я вам говорил, да? Два кармана я вам рассказывал. Вот еще об унынии и депрессии. Опять и зависть, и вот эти все вещи, о которых мы говорим, они вызывают уныние, да? Уныние и депрессия. И в Псалме 146 мы читаем. «Исцеляющие сокрушенные сердца». Почему мы говорим так? Ведь это хорошо – обладать сокрушенным сердцем и этим угождать Богу. Ибо жертва Богу – сокрушенный дух. Но дальше в Псалме мы читаем, значит, «и перевязывает твои раны». Бог не исцеляет сокрушенное сердце, он лишь облегчает их страдания. И как бы они эти страдания не мучили и не подавляли их. Скверно уныние, и неугодно оно Богу. «Сокрушенное сердце готовит к человеку к божественному смирению, а уныние разрушает сердце». Вы понимаете, что сокрушенное сердце и уныние – это разные вещи, да? Помните, есть печаль для Бога и печаль, ведущая к смерти, да? Мы должны чувствовать различие между двумя этими вещами. Так же определенно, как осознаем несоответствие радости и буйства. 146, Псалом дробь 3. Посмотрите, в иврите может быть немножко другая нумерация, да? Несоответствие радости и буйства. Их так легко спутать, и хотя они близки один к другому, они стоят в действительности так далеко, как небо от земли. И еще о терзаниях. Мы не должны терзать себя. Только одно беспокойство, допустимо, человек должен страдать от сознания того, что он терзается. Да? Каяться надо как? Радостно. Радостно надо каяться. Потому что после покаяния человек будет абсолютно чист, да? Перед Богом. И это для нас большая радость. Хорошо. Еще человек должен судить себя. Если человек не судит самого себя, то все окружающее будет судить его. И всякие явления станут посланцем Бога. Всякое явление станет посланцем Бога. Хорошо. Здесь, помните, страх. Когда человек страшится вещей, которые не могут нанести ему вред. И он знает об этом. Человек страстно желает того, что не поможет ему. И он осознает это. Но в действительности в сильном человеке заключено нечто, чего он боится. И чего он страстно желает. И есть два вида душевного состояния. Они похожи друг на друга. Есть такое душевное состояние, которое человек достигает за определенный период времени. Но есть также настроение души, которое переполняет человека в великом изобилии, с громадной радостью. Ибо оно вне времени. А также человек подобен дереву. Если ты посадишь дерево, да, и постоянно смотришь на него, стараешься уловить процесс роста и определить, насколько оно поднялось, ты ничего не увидишь. Но ухаживая за ним постоянно, срезая лишние побеги, очищая от жучков и червячков, и в один прекрасный момент оно станет свой полный рост. Так же и человек. Все, что ему надо для преодоления препятствий, это что? Любовь, уход, да? И он тогда вырастает и засветет. Но не следует экзаменовать его час за часом, для того, чтобы увидеть, насколько он прибавил в росте. Часто мы занимаемся тем, что рассмотрим на других и экзаменуем друг друга. Неповторимость. Говорил Раби Бхаз, если человек решается на что-то важное и решается делать это в сердце своем, то ему не следует опасаться, как бы кто-нибудь еще не сделал этого самого. Но если он делает это не в духе, а стремится лишь к тому, чтобы стать непревзойденным, он постоянно изводит в великой до степени ничтожного. И тогда любой способен стать его подражателем. Правда? Часто люди очень боятся, некоторые достигнут каких-то успехов, а потом дальше он станет академиком, он даже дальше не науку толкает, а только следит за тем, чтобы никто не превзошел его. Но если человек действительно занимает своим делом, он будет помогать другим людям. Когда человек соизмеряет свое поведение соизмерением других, он всегда подходит к людям с меркой и весами. Он всегда подходит к людям с меркой и весами. В таком человеке не будет любви, да? Ревность – это тоже зависть, да? Вдруг вот та жена, эта ревность связана с чувством, во-первых, собственности, да? Которая принадлежала мне, и вдруг какой-то он лучше меня, да? И она приходит к нему. Есть только две вещи, о которых человек не завидует. Человек завидует всем, кроме своего сына и своего ученика. Понятно? Да? Человек не завидует своему сыну. Каждый человек, если он нормальный, да? Он стремится... Ну, понятно, есть разные люди. Но в нормальные люди, правда? Стремятся, чтобы его сын был лучше, умнее, жил богаче. А своему ученику в том случае, если он что? Вот. Если он любит этого ученика. Видите? Как сказано в случае Элиши. Кто такой Элиша? Элиши. Да. И Лего говорит ему, пусть тебе перейдет мой дух вдвойне. Видите, какое хорошее пожелание, правда? Хорошо. Так говорит Волонский Талмуд Санхедрин. Нужно всегда заботиться о чувствах других. Если мы будем других людей уважать и почитать, то мы будем их завидовать? Нет. Нет, конечно. Нужно всегда заботиться о чувствах других. Например, если я иду на ярмарку, это шуточное, продаю все за хорошие деньги и возвращаясь полными карманами, мне удается сказать соседу, я потерял все, и я конченый человек. А вот я рад, и мой сосед рад. Я его обманываю, я конченый человек. Я рад, и мой сосед рад, потому что он завидует мне. А вот, если бы я потерял все, то я бы сказал соседу, что лучшей ярмарки не было с тех пор, как Бог вообще создавал ярмарки. И тогда я буду несчастен, и мой сосед будет несчастен. Так, у нас урок? Еще пять минут. Хорошо. Да, вот, мы уже говорили эту притчу про лису. Это Кагелет, раба 5.14. Еще из, это комментарий Кагелет, то, что человек ногой, да, выходит, мир и ногой уходит из него. Владенец ходит в мир со сжатыми руками, говоря, это мир мой, я сейчас схвачу его. А покидаем мы мир с распростертыми руками. Приходит, сжимает руки, да? И когда человек умирает, его ладонь раскрывается. Словно говоря, с собой взять что? Ничего нельзя. Хорошо. Человек пришел в отель в Варшаве. Вечером он слышал звуки музыки, танцы из соседнего дома. Наверное, у них свадьба, подумал. На следующий день он услышал музыку, и так через день. Но неужели может быть столько свадеб в одной семье? Спросил он хозяина гостиницы. Это свадебный зал, ответил хозяин. Сегодня там свадьба у одних, завтра у других. Так же и наш мир, сказал Раби Ханах. Люди всегда радуются. Но сегодня это один человек, а завтра другой. Хорошо. И таким образом мы закончили говорить о зависти, хотя о ней можно много говорить, и закончили говорить о десяти заповедей. Но кроме десяти заповедей и шестьсот тринадцати заповедей, я просто кратко скажу на несколько минут. У нас семь законов потомка Ноя. Помните? А эти законы обязательны для евреев? Да. А для неевреев? И для неевреев. Помните, первый закон – это запрет идолопоклонства. Второй закон – это запрет разврата, прелюбодеяния. То же самое, что мы говорили, да, что три таких самых важных запрета. Третий запрет – это запрет убийства. В том числе человек обязан беречь свое здоровье и запрещается самоубийство, аборты и так далее. Четвертый запрет. Запрет есть, да, с кровью. Или есть перевод – плоть с душой. Это в узком смысле нельзя есть животное, которое еще не убито. Вот. И в более широком смысле не есть с кровью. Скажите, это говорится, да? Говорится. Но кроме того, что не есть с кровью, как это можно понимать в духовном смысле? Душа, да? Душа очень ценна. И нельзя нивелировать душу, да, до простых житейских вещей, чтобы наполнить свое желудок. Правда? Вот что даже интересно. Можете уже выключить, если хотите. Вот где находится душа человека? Если мы вот в себя внутренне человека, да, поставим. Оказывается, христианские медитации и медитация монахов-пустынников православных сосредоточиться на сердце. Если вы медитируете, то где вы сосредоточиваете? На сердце, да? На душе человека. А это я тоже знаю, что все различные восточные медицинцы всякие и оккультные секты. Знаете, где они концентрируют внимание? На пупке. На пупке. И их дух брюхом. Да? То есть это тоже вот очень интересно. И поэтому говорится, да, и не есть кровь, это и в узком смысле не есть кровь, но в широком смысле нельзя изводить душу человека. До чего? До обычного, извиняюсь, брюха, да? Хорошо. Также есть еще другие запреты, да? Запрет кражи. И седьмой запрет. Это дело, не запрет, а дело производить судопроизводство, да? Судопроизводство. То есть есть... Да, а не укради. Если того, как можно проливодить, не разврат, убийство, есть кровью, кражи. Да, кражи я пропустил. Да, не укради. Ну, крась нельзя, правда? Раз, два, три, четыре, пять. И тут украды. Да, шесть. И шесть. Семь должно быть. Значит, кражи шестой. Подождите, еще разочек. Давайте смотрим. Идол поклонства. Второе. Сексуальные связи, прияте. Так, убийство. Четвертое. С кровью. Кражи. Так, а что же на шестое? Нет, седьмое судопроизводство. Хорошо. Сейчас сделаем перерыв, и я поищу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok